Сегодня губернатор Александр Мор с рабочим визитом побывал в Исецком районе. Он посетил объекты социальной сферы, среди них дом-интернат для пожилых и инвалидов и строящийся детский сад. Также глава региона оценил работу местных предприятий. С подробностями Инна Михайловская. Село Слобода-Бишкиль, сельхозпредприятие «Сибирь». В этом году здесь построили новый сушильно-сортировальный комплекс. Именно его показали губернатору Тюменской области. А еще цех, где происходит переработка сырья. Примечательно, что Сибирь раньше занималась исключительно растеневодством. И только год назад вот это новое направление для себя открыло. Сортировали рапс, поставляли в Китай. Сейчас контракт закончился и производство несколько приостановилось. Ну а с заключением нового договора будет новая переработка. В этом году, кроме рапса, планируем лен отправлять, также фасовать. Ну а в дальнейшем, посмотрим, вполне возможно, что до 2021 года переработка масла будет еще. Успешный опыт отдельных предприятий, его нужно тиражировать. О нем нужно говорить, что не так страшен экспорт, как про него говорят. А что касается поддержки, безусловно, да. Может даже не столько здесь финансовая поддержка нужна, сколько образовательная, организационная, административная. Потому что много очень вещей связанных с тем, чтобы нужно людей научить, сопроводить, показать и оградить от возможных ошибок. Село Рассвет – сельхозпредприятие «Эвекоагра». 12 лет оно уже действует, занимается в основном молочным производством. Но совсем недавно начали ставить бычков на доращивание и продавать, соответственно, на мясо. А буквально в этом году занялись еще и племенными продажами. На территории Исецкого района реализовали 50 малышей, 40 ушли за пределы области. Достаточно перспективное направление и надо сказать, что поголовье очень быстро растет. Поэтому необходимы новые помещения. Построили, но не капитальные, а легкие и быстровозводимые. Это тентованный телятник. Мы его возвели быстро. Буквально за три месяца мы его запустили. Он нам позволил на сегодняшний момент содержать топоголовье, которое содержалось бы на улице. Сейчас мы его размещаем в этом помещении. Телятник комфортный в летнее время, в зимнее время. А это село Исецкое – предприятие «Техномодель». Предполагается, что здесь будет безотходная переработка древесины. На данный момент заключено пять договоров на аренду лесов на территории Тюменской области. И что важно, что данный проект включен в перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов России. На данный момент здесь построено двухэтажное офисное здание, лесопильницы. Работает линия сортировки древесины на 24 кармана, лесопильная полоса. Ведется строительство дополнительных гаражей для техники. Ребята с нуля начали и планомерно, шаг за шагом развивают свое производство. Самое главное, что у них есть понимание, что делать следующее. Есть понимание, что нужно двигаться аккуратно, чтобы, что называется, на марше не порвать штаны. При этом они очень рачительно используют те средства, которые они получили от нашего инвестиционного агентства. Если появится желание, а оно у них есть чуть попозже, развить свое производство, сделать более глубокую переработку, мы, безусловно, им в этом окажем все необходимые финансовые и административные поддержки. По итогам рабочей поездки Александр Мор отметил, что Исецкий достаточно динамично развивающийся район, как в социальной сфере, так и в сфере экономики. Инна Михайловская, Александр Зосимов, Тюменское время.